Ежемесячное совещание по важным вопросам жизни района состоялось в администрации. Главы поселений подготовили финансовые отчёты и обсудили подготовку к отопительному сезону. В первую очередь проанализировали задолженности по энергоресурсам, образовавшиеся в течение года по поселениям текущие расходы, прогнозы пополнения бюджета. На субсидии у нас было заложено 2,5 миллиона. Эти 2,5 миллиона уже субсидиями мы выплатили. 200 тысяч мы ставили на субсидии водоканалу. В июне мы это сделали, 200 тысяч мы им перевели. Водоканал собирает средства, и у нас нет, чтобы хоть один месяц у нас не было ничего погашено. Он гасит, да, и 100 тысяч, и 150, и 200, но этого всё равно очень мало, и задолженность только растёт. В совещании принял участие прокурор района Евгений Решетняк. Уточнял детали обсуждаемых вопросов, рекомендовал возможные пути решения насущных проблем. Нам информационное письмо, про которую края заявила, что одним из основных моментов готовности к отопительному сезону является отсутствие задолженности у предприятия ЖКХ. Один из критериев главных. Из этого паспорт не получишь. Мы сейчас говорим о том, что у нас понимания нет о том, что мы к ноябрю месяцу, к началу тренировки, а паспорт готовности мы получаем ещё раньше, это сентябрь-октябрь. Соответственно, что мы выходим на отсутствие задолженности. Обсудили распределение бюджета на строительство социальных объектов и их подготовку к осенне-зимнему периоду. У нас на теплоснабжение заложено 135 тысяч рублей, в основном они будут у нас в августе за расходом. Это гидролические испытания котлов, испытания системы отопления, проверка сигнализаторов. В принципе, уже этим вопросом занимаемся, но период оплаты август месяц. Значит, по водоснабжению 838 тысяч рублей провели работу, дезинфекцию всех шести водонапорных башен, замену подающей трубы от склажины до башни в селе Кулешовка заменили. И аварийный запас мы оставляем 475 тысяч, это на зимний период, на приобретение насоса. Потому что весной у нас практически 4 насоса вышло из строя, а у нас всего 6 склажин, и на всякий, как говорится, на зиму у нас должен быть запас. Значит, на поверку пожарных гидрантов у нас 18 тысяч, пока они не израсходованы. Гидранты у нас все отремонтированы, они все 100% в рабочем состоянии, они тоже на зимний период, они у нас остаются на случай, если какое-то будет размерзание. Важные вопросы обсуждены. Есть проблемы, на которые нужно обратить внимание. В районе для этого делается все необходимое.